КОЗЫРЕВ ОНЛАЙН В прошлый раз проделали эксперимент, объявили заранее тему, и у нас очень был большой отклик, поэтому мы повторяем сейчас то же самое. Вот примерно пару дней назад я опубликовал у себя в Фейсбуке вопрос, и мы сделали такое же объявление в Телеграме «Дождя». Тема сегодняшней программы сформулируется, наверное, так. Как, по-вашему, должна закончиться война России с Украиной? Я сегодня буду задавать вопросы, на которые, честно вам скажу, у меня у самого нет четких ответов. Я их сам себе все время задаю. По всему тому, что происходит, я, конечно, желаю победы Украине. Но мысль о том, что я желаю поражения своей стране, меня постоянно мучит. Что означает поражение в войне? Перекинется ли эта война на территорию России? Что вообще сегодня для меня означает моя родина? Как можно приблизить окончание этой войны? Это значит помогать украинской армии, в том числе материально? Эта помощь, как я понимаю, будет отливаться в пули, которые будут потом выпущены в российских солдат, среди которых, как мы знаем, есть много оказавшихся там не по своей воле. Как я буду жить дальше с тем ощущением, с той мыслью, что я помогал убивать своих соотечественников, во многом оказавшихся такими же жертвами этой войны. Я адресую эти вопросы вам, уважаемые зрители, и моему сегодняшнему собеседнику, профессору Карлова университета в Праге, моему бывшему коллеге по телеканалу «Дождь» Сергею Медведеву. Сергей, добро пожаловать в эфир. Да, приветствую, Миш. Добрый день. Привет. Ну, наверное, давай начнем с ключевого. Чем должна закончиться эта война? Сформулируй, пожалуйста. Миш, ну здесь несколько уровней, несколько ответов на это. Чем должна и чем она может закончиться? Если с точки зрения «должна», да, если сферический конь в вакууме, некая идеальная ситуация, из которой вырос бы идеальный мир, она должна закончиться не просто поражением, она должна закончиться разгромом России. Она должна закончиться, естественно, полным возвращением территории Украины, всех в ее прежние границы, в ее международно признанные границы. Она должна закончиться разгромом российского военного потенциала, неспособностью России в дальнейшем нападать на соседей, укражать другим. Она должна закончиться судом, смещением нынешнего преступного режима, судом над этим режимом. Она должна закончиться репарациями Украине, должна закончиться международным трибуналом, большой программой по депутинизации, деноцификации России. Условно говоря, она должна в идеальном мире закончиться примерно так, как закончилась Вторая мировая война для Германии. Это вопрос того, что должно. Вы помните, как для Германии было 5D? Деноцификация, демилитаризация и демократизация в конце. В России я как-то там делал доклад, по-моему, даже 7D у меня получается. Еще денуклеаризация должна быть. Необходимо поставить российское ядерное оружие под международный контроль. Россия не может обладать ядерным оружием. Сейчас она доказала, как бы, дети спички, дети мне игрушка. Вот так скажу. Но это некое хотелки. И я прекрасно понимаю, что мы живем в реальном мире, и все вот эти вещи, они реализуются вряд ли в полном объеме. То есть можно иметь эту политическую программу. Так что я понимаю, что реализуется этого гораздо меньше, и нету таких сил в мире, нету такой консолидации, такого желания, да и возможности, оккупировать территорию России, чтобы союзные войска заходили в Москву, чтобы, так сказать, условно Гитлер кончал самоубийством в своем бункере, чтобы русских людей на протяжении трех поколений водили в кино и показывали им фильмы про ужасы Буча и Мариуполя, и переучивали, чтобы были военные базы на территории России. Ничего этого не будет. Мир уже не тот. Мир изменился с 1945 года. И поэтому мне, конечно, сложно представить. Я знаю, что Россия сейчас в свободном падении. Для меня такая хорошая метафора – это лавина. Вот Путин, да, маленький человек, топнул ножкой и спустил лавину. Лавина сейчас идет, несется. Она несет нас тоже. Мы более-менее наверху лавины выбрались, гребем руками, пытаемся остаться наверху непогребенными. Где она остановится? Сколько она убьет людей? Какие города, деревни она еще разрушит? Мы не знаем. Это ситуация лавины, и у меня нет возможности даже прогнозировать и просчитывать какие-то сценарии на будущее. Но это мощный образ, Сергей. Нам надо, может быть, каких-нибудь работников спасательных служб, которые имеют опыт остановки лавин в горах, пригласить к обсуждению. Но как можно остановить лавину? Вот по сути дела, я это сформулировал для себя так, и часто встречаю эту мысль у других людей. Судьба эта полностью в руках ВСУ находится. То есть только поворотный момент может наступить при реальном военном поражении на территории фронта. И это, по крайней мере, может запустить какие-то другие процессы в стране. Так ли это? Не совсем, Миш. Я тоже так раньше думал, но по прошествии годы войны я с этой точкой зрения не согласен. Я думаю, что поражение России в Украине далеко это не рецепт перемен. Это еще больше ожесточит режим. Это сделает разгромленную, обиженную, рессентиментную Россию, жаждущую реваншу. Народ еще больше сплотится вокруг Путина. Условно говоря, посмотри на Сербию. Они ничего не забыли и ничего не простили. И это страна, которая вроде даже вообще как стояла, могла стоять одной ногой на вступлении в Евросоюз, но это страна, которая живет за счет собственной обиды. У них большая традиция. Это обида Косово. Косово-Поле была, а тогда еще старая битва Косово-Поле. И теперь это новая обида про Косово. Так что я боюсь, что из, я надеюсь, неизбежного поражения России не родится никакая новая Россия. Для того, чтобы из поражения родилось что-то будущее, необходимы субъекты политические. Необходимы субъекты. Из таких субъектов я не вижу. В России выжженное поле. Путин в течение 20 лет методично выжигал поле российской политики, российского общества, российского олигархата. Все зачищено. Остались вот эти вот бандитские отряды. Остались действительно вещи типа там кадыровцев, пригожинцев. Еще какие-то силовые отряды. Так что в любом случае пока жив Путин, ни о каких переменах с победой России, с поражением России речи быть не может. Все просто планируют на какие-то будущие сценарии. Понимаешь, сейчас очень много говорится. Люди свои, вот я как свои озвучил, как говорит, с хотелки в начале, идеи об идеальном устройстве поражения России. Точно так же люди свои какие-то мысли проецируют в будущее и говорят, что вот мы этого ждем. Ждут распада России, ждут гражданской войны, ждут революции, ждут раскола элит. Вот сейчас, говорят люди, вот сейчас будет поражение России, и тут-то Россия проснется, встрепенется, тут-то элиты расколются. Да ничего этого не будет. Вот прошел год после начала войны, и я понимаю, что Россия вошла в некую свою такую достаточно законченную форму. И в этом болоте токсичном она может находиться очень долго. Возможно, не одно десятилетие, возможно, до середины 21 века. Хорошо, но ведь очевидно, очевидно, что вот чем дольше идет война, тем больше будет расти внутри страны недовольство отсутствием каких бы то ни было побед, отсутствием, то есть очевидными какими-то поражениями, которые, мне кажется, скрывать будет все сложнее и сложнее. Одно дело там, ну то есть, конечно, любая маленькая пять земли будет поднята на знамена пропаганды, и там вот, наконец, мы там условно взяли вот этот вот город, но это все-таки невозможно такую ложь долгое время втюхивать. То есть недовольство с количеством, особенно еще и грузов 200, которое будет расти, оно неизбежно все-таки будет все больше и больше ощущаться, так или нет? Миш, мы немножко мифологизируем вот это вот недовольство. Ну и что? Что было сильное довольство в 80-е годы, когда Советский Союз терпел поражение в Афганистане, когда приходили грузы 200, когда выстраивались огромные очереди за продуктами. Понимаешь, недовольство в России далеко не всегда ведет к переменам. Недовольство в Украине ведет к переменам, недовольство в Грузии ведет к переменам, недовольство в России ведет к росту потребления и количеству водки на душу населения, и, так сказать, более с сжатым зубам и сжатым в карманах кулакам. Я боюсь, что история не поддерживает вот эту вот теорию о том, что недовольство ведет к народным выступлениям, к народной революции. Все перемены в России приходили либо сверху, либо со стороны. Хорошо, давай на секундочку тогда. Тогда я хотел бы услышать у тебя пару мыслей по поводу перемен сверху. Тоже ведь, несмотря на то, что общее ощущение такое, что вокруг не осталось, во власти не осталось никого, кто в принципе способен на какие-то оппозиционные шаги. Но, тем не менее, очевидно же, что какие-то слабые места в этом кольце, окружающем Путина, мир будет искать. И там, опять-таки, это, конечно, фундаментально ни к чему не ведет, но все-таки признание его преступником по решению суда в Гааге, это уже моментально породило, по крайней мере, множество разговоров о том, что должны какие-то люди поднять голову, дать понять, что они договороспособны, что они, может быть, не в плане табакерки, но в плане каких-то радикальных шагов, с ними имеет смысл разговаривать. Реальность сценарий или утопия? Знаешь, душой я с тобой. Мне тоже очень хочется найти таких людей и сконструировать в голове какой-то позитивный сценарий выхода из этой ситуации. Но, честно говоря, даже сейчас это перехват этого разговора Пригожинского, да, того другого хиленького Пригожина. Это, говорит, просто они еще больше испугаются. Это никакой не раскол элит. Это еще больше испуг элит. Люди уже перестанут говорить, по-моему, по мебельным телефонам, перестанут говорить с собственными женами. Сейчас настолько сильна, мне кажется, зачистка элит, зачистка политического пространства, настолько тотален контроль ФСБ и ФСО за всем происходящим, что я не вижу появления таких вот альтернативных центров силы. Они известны из других сценариев, понимаешь? Очень часто проецируют, я не знаю, там, аргентинский сценарий, греческий сценарий, португальский сценарий. Везде были большие, субъектные, сильные армии. Тордиции бонапартизма в армиях, которые, например, есть в Турции. В Турции тоже есть свой Путин и Эрдоган, но там есть сильная независимая армия, там остались сильные независимые суды, остались, как ни парадоксально, сильные СМИ. В России же это тотальная зачистка. Вот. Это первое. И второе, я напомню, что Саддам, сейчас не помню, сколько, 13 или 15 лет оставался во главе Ирака после поражения, объявленной всеми и всюду международным преступникам. Ну, что будут говорить в школе детям? Что будет говорить Первый канал по поводу того, что Путин международный преступник? Это будут говорить, что да, вот еще одно доказательство, что весь мир против нас, ну, не весь мир для меня, а Запад против нас. Это просто все будет лить в мельницу, воду на мельницу российской пропаганды. Я не верю, что люди в один момент вдруг откроют глаза и скажут, боже мой, он международный преступник, нас не слушают в ООН, творятся преступления. Нет. Я тут хочу вспомнить, вспомнить все-таки перестройку, 91-й год, все-таки вспомнить Манежную площадь, на которую вышло такое количество людей. Что этому предшествовало? Ну, там, мы с тобой помним, это не много лет, все-таки там три года интенсивной смены общественного настроения в общественном пространстве, несколько передач на телевидении, открытие архивов, московские новости, огонек. И вот в результате мы видим реально, люди пересматривают очень быстро свою историю. То есть, как бы, я бы, наверное, был бы в состоянии полной безнадежности, если бы не помнил вот этот конкретный пример. Все так, Миш, все так. Вопрос в том, какие были движущие силы тогда, и какие силы сейчас. При том, что я сам был частью этого движения, я был на всех этих митингах, я был даже тогда на рижских митингах, перед распадом Советского Союза, когда было противоудомского собора. Но, понимаешь, тогда была критическая масса субъектов, во-первых, в Восточной Европе с падением Берлинской стены, и во-вторых, в бывшем Советском Союзе. В республиках, и в том числе в России, была мощная ельцинская контрэлита. Если бы не было вот этих вот субъектов, взявших вот этот вот процесс в свои руки, эти сотни тысяч людей, выходившие на московские митинги, они бы в одиночку ничего не сделали. Люди, вышедшие к Белому дому, тоже ничего бы не сделали, если бы не было Ельцина и поддержавшего его аппарата. Ну, то есть, для меня 91-й год – это, скорее, исключение из исторического паттерна. Я, честно говоря, не верю. Хотя я соглашусь с тобой в том, что ты говоришь по поводу возможной перенастройки населения. То, что если переключить телевизор, если перекодировать телевизор, вот, то людям можно любые вещи, собственно говоря, в голову вложить. Но я боюсь, что им точно так же вложат в голову идею поражения. Когда оно наступит, оно рано или поздно наступит. Они скажут, что Россия ушла достойно, с поднятой головой, с этого поля битвы нам противостоял коллективный Запад, нам противостоял Рамштайн, ВВП доброй половины мира. И мы, так сказать, не ушли с ничьей из этой битвы, но мы обязательно вернемся. Я прекрасно понимаю, как будет работать эта пропаганда поражений, как она консолидирует людей на перевыборы Путина в 1924 году. И он просто прекрасно еще до 30-го, 36-го, 40-го года при помощи медицинских технологий ледвеников еще проправил. Ну, понимаешь, слушай, здесь я вообще не хочу. Я какой-то такой адвокат дьявола здесь и рисую самые тяжелые сценарии. Но я просто вижу, что мы, я в том числе и к себе обращаю тупрек, проецируем в будущее собственные желания. То, что вот это вот произойдет, вот расколются элиты, вот проснется народ, вот поражение что-то поменяет. Ну, я тебе скажу, что по прошествии годы войны и взгляда на то, насколько консолидировалась Россия, я гораздо более трезво смотрю на все происходящее и оцениваю перспективы перемен. Пока я их оцениваю как очень невысокие. В любом случае, пока жив Путин. Если будет 53-й год, то, возможно, что-то, что-то и изменится. Ну, я, кстати, не верю никаким сплетням и надеждам на какую-то скоропостижную гибель и на какие-то болезненные состояния. Это все, я думаю, что не... То есть я как бы внутренне, я, конечно, тоже настроен на то, что это будет долго. Но последний аспект, который хотел выяснить с тобой, а что делать для себя лично, как решить, чем сегодня заниматься, чтобы победа Украины пришла быстрее, чтобы, соответственно, быстрее произошло военное поражение России. Ну, смотри, Миш, во-первых, я бы хотел, все-таки мы как-то ушли в такое прогнозирование будущего, возможного будущего формата. Я хотел бы вернуться к тому вопросу, который ты, собственно, поставил перед этим эфиром, к моральным дилеммам. Да, к относиться к... Ты очень хорошие и правильные вещи, вопросы задал, они действительно такие предельные. Как относиться к войне, к тому, что... Ну, собственно говоря, для того, чтобы добиться победы, надо убивать русских людей, надо убоевать россиян. И надо ли нам это дело спонсировать, или, может быть, даже, как некоторые, отправляться добровольцам воевать на стороне ВСУ. И я знаю таких людей, которые это делают, и я их считаю настоящими патриотами России. Смотри, я, готовясь к этому эфиру, в том числе, подумал о такой тоже важной для себя метафоре. Вот, скажем, у человека рак. Тяжелая раковая опухоль. Что такое рак? Рак — это твои собственные клетки, которые начинают неконтрольно размножаться, захватывают большие зоны организма, жизненно важные органы, и постепенно убивают организм. Как ты будешь относиться к раковым клеткам, к раковой опухоли? Они ведь часть тебя. Ты будешь их жалеть? Ты будешь говорить, «Боже, это мои клетки, они питались со мной из одной пищеварительной системы, из одного кровотока. Как же так? Я буду убивать свои собственные раковые клетки, проводить химиотерапию или даже оперативное вмешательство?» Вот я считаю, что к путинскому режиму, к чекистам, к войне, к армии, ко всему то, что Россия проигрывает в Украине, надо относиться как к раковой опухоли. Есть тело, а есть раковые опухоли. И нам нужно удалять эту опухоль. Даже если это болезненно для тела. Даже если грозит нашей собственной жизнью. Не надо ее считать частью себя. Вот я считаю, что Россия и нам... Потому что, понимаешь, Россия, опять-таки, что такое Россия? Мы с тобой сейчас говорим, и это тоже Россия. Нас слушают на дожде, и это тоже Россия. Почему Россия? Это обязательно мобилизованные, которых едут убивать под бахом. Это, так сказать, люди, которые узурпировали право называться Россией. Вот. Это вещи, это люди, которые убивают Россию. Они убивают Украину, но они убивают и Россию, они убивают и будущее России. Вот. Так что я считаю, что Россия, она существует и за пределами этой войны, и за пределами тех, кто поддерживает эту войну. И поэтому надо отнестись ко всем, к этой войне, к ее вдохновителям, организаторам, к политикам, пропагандистам, военным. Именно как к раковые опухоли, которую надо удалять, которую надо вырезать, которую надо лечить химией, радиацией, излучением, чем угодно. Для того, чтобы спасти тело, для того, чтобы спасти Россию. Мощное сравнение. Спасибо большое, Сереж. Я хотел бы поблагодарить профессора Карлового университета в Праге, Сергея Медведева, за то, что он ответил на мои вопросы. Собственно, сейчас придет ваш черед, уважаемые зрители. Мы будем обсуждать то, что мы только что слышали, и услышим ваши ответы на вопрос, кому вы желаете победы, и как должна закончиться эта война. Напоминаю вам, что вы смотрите программу «Козырев онлайн». Непростой у нас сегодня разговор. Едем дальше. Добро пожаловать в эфир Алексей и Алексей, два зрителя «Дождя». Один Алексей с нами связывается из Грузии, а другой из Соединенных Штатов Америки. Добро пожаловать в эфир, господа. Мой вопрос, откуда конкретно вы сейчас с нами разговариваете, и как вы там оказались? Алексей, из Соединенных Штатов Америки. Мы с вами уже встречались в эфире. Да, Михаил, здравствуйте. Рад, что вы помните. Я сейчас недалеко от Орландо, Флорида. Как я оказался здесь, я вкратце понял, что страна под названием «Россия» идет не туда еще в 21-м году. Достаточно вовремя я это успел понять. И мы начали с семьей подготовку к отъезду в Штаты. Так совпало, что мы как раз и планировали отъезд на начало марта. Что, собственно, и сделали. Почему Штаты? Потому что здесь есть много запасных вариантов. Если не пойдет бизнес, то всегда можно заработать физическим трудом достойные деньги. Почему я здесь? Алексей Гамарджоба, расскажите про то, как вы оказались в Грузии, откуда вы с нами сейчас разговариваете. Здравствуйте, Михаил. Я сейчас с вами разговариваю из Батуми. Переехал я сюда уже, наверное, практически год назад. Практически сразу, как только началась война, было принято решение переезжать. В России я работал юристом. и принял для себя решение, что, к сожалению, поскольку я ничего не могу изменить, и мне просто, я устал, и мне просто стало невыносимо тяжело работать юристом, продолжать работать в условиях диктатуры. И решение было принято однозначно. Посовещавшись с девушкой, принял решение переезжать в Грузию. Продали абсолютно все, что у нас было в России. не видел своего будущего, и до сих пор не вижу свое будущее при путинском режиме. И абсолютно там ничего не осталось. И переехали. Решили выбрать Батуми. Раз уж переезжать, то переезжать поближе к морю. Как вам кажется, как бы вы хотели, чтобы закончилась война, Алексей? Это Батумский Алексей, можно я вас так буду называть? Как вам кажется, как вы хотели увидеть окончание войны? Каким оно может быть? Я вижу только один исход. Это полная и безоговорочная победа Украины. В данном случае я могу сказать, что Россия, путинская Россия, начав эту кровавую войну, проиграла уже 24 февраля. Это очевидно абсолютно всем. И повторюсь, исход только один. Украина высоко мотивирована, Украина защищает свою землю, Украина отстаивает свои территории, своих граждан. И справедливость она есть на их стороне. И безусловно, при поддержке всего мира Украина должна победить. Когда вы говорите полную безоговорочную победу, вы имеете ввиду возвращение всех территорий страны на границы 1991 года? Соответственно, они возвращают себе Крым, возвращают всю территорию Донбасса, исчезают ДНР, ЛНР, возвращаются в исторические границы? Это вы имеете ввиду? Да, именно это я имею ввиду, и я этого искренне хочу и желаю Украине. Полная деоккупация всех территорий, возврат к границам 1991 года, и, конечно же, деоккупация Крыма. Россия? Тогда пустите. Алексей, вам слово. Алексей из Майами. Вы не из Майами, вы просто сейчас, как я понимаю, на пути, в пути, в дороге. Нет-нет, я, наоборот, держусь подальше от Майами. Слишком много русского говорящего. Так вот, я хотел бы, во-первых, очень рад слышать, что сказал Алексей. Я с большим сожалением констатирую, что людей, которые способны произнести так четко то, что сейчас сказал Алексей, моя тезка, их очень мало. И каждого из них хочется обнять, потому что они, по-моему, там на перечет. Поддерживаю все, что он сказал. Мы, получается, не оппоненты совсем. Но я добавил бы еще вот что. Все, что касается военной победы Украины, то есть возвращения полностью всех территорий и подписания Россией какого-то документа, финализирующего всю ту дичь, которая произошла. После этого, то есть это цель восстановления справедливости, после этого я бы еще желал, чтобы была достигнута цель назидательная. Назидательная именно для народа России и для народов мира. Потому что взять и сказать, что только верхушка виновата в том, что происходит, а некоторые, он еще у вас в эфире, говорят, что вообще только Путин один виноват. Это значит не извлечь вообще никаких уроков из того, что происходит. Я думаю, что мы каждый в силу своих, в меру своих сил должны призвать к ответу потом не только зет-патриотов открытых, но еще и тех неоднозначников, которые, знаете, которые одновременно на красный и на черный поставили. Потому что это тоже мерзость. Скажите мне, пожалуйста, да, значит, у меня вопрос к вам обоим. Вы желаете поражения своей стране. Но в данном случае не просто, я не хотел бы, чтобы мыслили в геополитических масштабах. У вас же у каждого остались там родственники, друзья, приятели, коллеги, одноклассники, знакомые. Этих людей у каждого из нас сотни. Значит, вы желаете поражения каждому из них. И, конечно, ухудшение уровня жизни, разгрома, ощущение того, что эта страна навеки проклята тем, что она проиграла эту войну. Каждый из этих людей будет переживать это не на своей собственной шкуре. Как вам живется с такой мыслью? Алексей из Батуми. Да, я повторюсь, я желаю победы Украины. И здесь, видите ли, ухудшение жизни, оно происходило уже давно, оно довольно перманентно. Я много ездил по регионам, и ситуация при Путине за 20 лет практически вообще не изменилась в лучшую сторону. Ситуация только ухудшалась и гайки закручивались. Мы видим сейчас абсолютно репрессивные законы, новые необоснованные требования закручивания гаек во всех сферах. Это очевидный исход правления господина Путина. А война это и есть эссенция самой диктатуры, которую ему удалось построить в этой стране. К сожалению, перемены изнутри, на мой взгляд, сейчас практически невозможны. Я думаю, каждый это понимает. Слишком большой штат, не люблю это слово, но так называемых силовиков, слишком развито и работает на полную мощность пропаганда, к сожалению. Независимые источники информации подавлены, практически уже не существует, обширные репрессии. Это все делает невозможным изменением ситуации изнутри. На какой-то раскол элит тоже, наверное, надежды нет никакой. Сейчас все сплотились вокруг так называемого диктатора и, я думаю, просто наблюдают и ни у кого не хватит духа просто совершить какой-то банальный переворот и сместить его с власти. Это нужно пройти России. Россия в данном случае инициировала эту войну. Здесь четко нужно понимать, что нужно разделять всем. Мы давно, наверное, забыли эти понятия, как родина и государство. Родина это та страна, в которой я родился. Это культура, это язык, многие другие ценности, которыми я горжусь. А государство это, по сути, для меня это синоним действующей власти. В данном случае к власти, к сожалению, у власти находится диктатор, который выстроил абсолютно репрессивную машину и продолжает находиться у власти. К сожалению, в настоящее время единственный путь устранить диктатуру и начать процесс хоть каких-то изменений это поражение войне, потому что война это и есть источник сейчас власти у Путина. он должен продолжать оставаться у власти. Когда у тебя нет военных успехов, тебе нечего предъявить в качестве победы своим гражданам и своим ура патриотам так называемым. Я потребую опять-таки Алексей, мы вернемся еще к вопросу патриотизма. Хотел бы дать нашему собеседнику возможность высказаться, ответить на мой вопрос. На ваш вопрос отвечаю про то, желаем ли мы победы своим знакомым и друзьям. Я думаю, что в самом вопросе есть очевидный силогизм. Мы не заняты тем, что мы желаем плохого своим друзьям и знакомым. Мы заняты тем, что мы желаем победы Украине. И зло, которое сотворила Россия, Россия как большое понятие, как совокупность людей, как совокупность организаций, сотворила зло такого масштаба, что это зло должно быть не только наказано, но и отмщено. И здесь, я думаю, что уместно округление в большую сторону, а не в меньшую. То есть, грубо говоря, принцип гуманизма наверное не подойдет для разруливания этой ситуации, когда мы будем каждого человека разбирать в отдельности. А посему я хочу сказать, что если из моих друзей и знакомых кто-то попадет под раздачу и я буду знать, что это не заслужено, то моя роль будет заключаться в том, чтобы помочь этому человеку. А если я буду понимать, что это заслужено, то значит так тому и быть. У вас есть ощущение того, что у каждого, и я в данном случае не только про вас, но и про себя говорю, произошло некое искажение оптики, когда мы смотрим на страну, в которой мы жили, извне, и мы понимаем, что, например, ни одну фразу из тех двух монологов ваших, которые сейчас прозвучали в эфире, не может произнести человек, который находится в России, и, конечно, сама мысль того, чтобы желать поражения в любой войне, а я напоминаю вам, что картина у тех людей, которые в России, она сильно искажена путем ограничения доступа к различным источникам информации, но даже если они интуитивно ощущают, что несправедливость какая-то чудовищная происходит, от этого перейти к мысли «я хотел бы, чтобы Россия потерпела поражение» крайне сложно, практически невозможно. Так это или нет, как вам кажется? Алексей из Батуми. нынешних условий, к сожалению, да, многим. У меня у самого раскол в семье, я думаю, практически в каждой семье, наверное, такие дебаты возникали. К сожалению, наше общество больно пропагандой. Пропаганда это очень сильное оружие. И при этом одновременное усиление репрессий и уничтожение независимых источников информации, независимых СМИ, это все играет на руку ура, патриоты. К сожалению, общество, особенно поколение 40+, насколько я это вижу, они, да, очень многие поддерживают вторжение, ввиду того, что, опять-таки, они отравлены пропагандой. У них нет других источников информации, и, к сожалению, они сами не анализируют эту информацию. те, кого я знаю в России и кто поддерживает войну, я прекратил с ними общение всякое, но это люди, которые заняты своим выживанием, прежде всего. Многим просто, многие смирились, многие поддерживают просто потому, что, наверное, это уже вариант психологической защиты какой-то, то есть, сплотиться, раз уж мою страну в чем-то обвиняют, и тут санкции, и все, и пропаганда, все эти обстоятельства дают понимание, что надо объединяться вокруг этого мнивого сильного лидера, который таковым не является. Здесь внешний фактор только поражения, отсутствие военных успехов, отсутствие победы, которые не сможет просто предъявить своему обществу тем, кто поддерживает действия Путина, невозможно будет ничего предъявить. Тогда, может быть, народ начнет просыпаться, анализировать и думать, а зачем, задаваясь какие-то вопросы, а почему, а это разве не вторая армия мира, это не великолепное руководство и так далее. Надежда на это есть. Надеюсь, что народ начнет просыпаться, и тогда уже просто, ну опять, нечем будет предъявить, нечем, пропаганда не сможет оправдать тотальные поражения. При том, что ситуация внутри России в социально-экономической сфере, она также ухудшается, насколько я это вижу. И люди сами это понимают. Сейчас Алексей, да, Алексей, вашу точку зрения, ваш ответ хотел бы услышать. Михаил, спустя год войны, вот такой войны, я не сторонник того, чтобы говорить, что есть какие-то заблудшие овцы, значит, оболваненные пропагандой, и нам нужно проявить к ним сочувствие. Я думаю, что у каждого из нас найдется достаточно примеров пожилых, ничего не понимающих в интернете людей, которые кроме телевизора в своей жизни ничего не смотрят и тем не менее понимают, что происходит. И также найдется куча примеров передовых, значит, продвинутых айтишников, у которых нет проблем подсчитать любой источник информации, нет проблем с языком и которые сидят в России, будучи бенефициарами этого режима. Я сейчас два крайних примера привел, между ними много градаций. Поэтому я считаю, что спустя все то, что произошло, спустя все эти ситуации, каждый свой выбор уже сделал, и нам надо просто это констатировать. Вообще перестать обсуждать пропаганду как какое-то колдовство. Пропаганда это просто один из способов донесения информации, и каждый выбирает, что кушать на своем столе. Поэтому в этом смысле у меня нет никаких проблем с тем, чтобы желать поражения такой системе, такому государству. Под государством я, конечно же, как Алексей, понимаю организацию, а не какое-то метафизическое понятие. Организация. Организация под названием Россия должна полностью обанкротиться и перестать существовать как таковая. если задаваться целью вылечить, проводить какую-то терапию и отключать башни, я думаю, что получится снова какая-то ерунда. Вот вы, Михаил, в прошлом эфире сказали, что изменились передачи и, мол, миллионы людей пошли на улицу за свободу. Я думаю, что это ошибочное мнение, потому что вы увидели миллионы людей, которые и не были зазомбированы. Они просто сидели и боялись за свою жизнь. А когда перестали бояться, вышли на улицу. А сейчас наступило время других людей снова. Да, я могу с вами согласиться. Я думаю, что мотивация у тех людей, которые вышли на площадь, на Манежную площадь в 1991 году, она состояла из одного и из другого. У нас вдруг открылись источники информации, которые были закрыты до этого времени, были открыты архивы, в каждую неделю выходили потрясающие разоблачительные аналитические публикации в прессе, телевидение изменилось. Но, конечно, вы правы в том, что боялись, а потом этот страх исчез. Я в связи с этим хотел бы услышать от вас, что может произойти в России, внутри страны, в результате постепенно постепенно осознаваемого поражения в войне. Как вам видится картина изменений, которые могут начать происходить внутри страны вот с тем постепенным пониманием того, что о войну-то мы проигрываем. Как вам видится сценарий, ну, желаемый, который может привести к чему-то фундаментально позитивному. Алексей с Батуми. Давайте снова с вас начнем. Спасибо, Михаил. Сценариев может быть на самом деле несколько. На мой взгляд, к сожалению, даже если путинский режим пойдет, к власти могут прийти такие же ястребы или из его так называемого клана, или могут быть еще хуже. И страна может совсем окупляться и превратиться в Северную Корею в 2-0. Я вполне пропускаю такой вариант с учетом количества чиновников и количества силового аппарата. Позитивный для меня вариант и самый желаемый, конечно же, что начнутся технические процессы внутри политического истеблишмента. Я надеюсь на саботаж все-таки. Мы все понимаем, что эта система выстроена Путиным. Она выстроена только под одного человека. Не будет Путина. И по сути система может посыпаться. Мы не можем предсказать, произойдет ли это. Нам хочется верить, что пойдут саботажи. Может быть, кто-то из верхушки власти все-таки предпримет попытку произвести какой-то переворот и начать диалог с остальными странами. Не знаю, позитивный вариант такой, что поражение. Народу России придется это признать и пройти через покаяние, открыть всю информацию. И в этом роль, конечно же, я вижу оппозиции тоже, чтобы не дать прийти к власти, постараться, по крайней мере, не дать прийти к власти таким же из круга Путина или таким же нас с такими же настроениями людей. И в этом смысле я надеюсь на положительный исход, что да, будет тяжело, да, возможно, начнутся серьезные волнения, возможно, возможно, будет гражданская война, я этого тоже не исключаю. Но это Россия должна через это пройти. К сожалению, в этой войне виноват только путинский режим и его последователи. И этот режим должен быть уничтожен как можно скорее. Алексей, вам слово. Я не вижу сценария гражданской войны, потому что для этого должно быть как минимум две реализуемые, два реализуемых проекта России, как было у красных и у белых. Здесь, кроме путинской России, я не вижу вообще ни у кого. У вас в эфирах бывают шифти, которые как будто парламентскую Россию себя видят. Но это все, честно говоря, вызывает улыбку. Я думаю, что в зависимости от степени решимости Запада свернуть проект под названием Россия, в зависимости от этой степени возможны в целом группа два варианта. Первое, это Россию снаружи внесут забором, а внутри будет продолжаться перманентная война как повестка. То есть, условно говоря, возьмем Хамас какой-то, который непрерывно держит в тонусе своих людей на предмет того, что вот сейчас на нас нападут, нас захватят, мы должны постоянно все деньги тратить на патроны, на косамы, на какие-то вот будет что-то подобное. Будут периодически какие-то инсценироваться взрывы, покушения и так далее, чтобы поддерживать эту преступу, а слово поражение не будет произнесено никогда. То есть, это будет вечная война, может, на несколько поколений. Ну, что-то типа того, что написано в Уору. Я хочу вас поблагодарить, господа, за то, что вы были откровенны и за аргументацию. Несмотря на то, что вы придерживаетесь одной точки зрения, аргументы очень интересные, думаю, все время слушая вас, как этот разговор будут воспринимать наши зрители в России. Но мне кажется, что во всяком случае я очень хочу, чтобы мы были услышаны. Давайте перейдем к следующим нашим зрителям. и вопрос сегодня непростой, как жить с ощущением того, что ты желаешь поражения своей стране, и как вы видите окончание этой войны. Давайте дадим слово еще одним нашим зрителям. представляю вам моих следующих собеседников. Это Ксения и Георгий. Ксения, Георгий, добро пожаловать в эфир Дождя. Ксения, откуда вы дозвонились до нас? Я сейчас в Москве нахожусь. Георгий, откуда вы? Георгий не слышал вас? Из Парижа. Так слышно? Да, так слышно. Георгий, первый вопрос к вам, но скажите, пожалуйста, как по-вашему должна закончиться эта война? Можно просто односложно мне ответить? Вы кому желаете победы в войне? Я считаю, что победа России в этой войне невозможна, в принципе, потому что опять же определить поражение победы невозможно. Поэтому я желаю скорейшего окончания конфликта. Скажем так. Так, вам слово, Ксения. Те же самые вопросы адресую вам. Мне кажется, что победа России возможна только с победой Украины. твое желание. Значит ли это, что автоматически вы желаете поражения России? Я желаю победе Украины. Таким образом, я желаю победе. Если Украина выиграет, то выиграет Россия. Я Россию люблю и этого не желаю. А можно вот эту мысль развить? Почему как вы только что сформулировали победу Украины, значит и победа России тоже? Сложно ответить на этот вопрос. Могу рассказать маленькую историю? Да, небольшую. Я живу в Берлине и в Берлине я занималась целый год благотворительной деятельностью. Там очень много беженцев, а я музыкой занималась. И с начала войны я подумала, как бы я могла помочь. И начала организовывать сначала свои благотворительные концерты, потом привлекать украинских музыкантов. И у меня большой ансамбль такой международный, но на 80% состоящий из Украины, из украинцев, из музыкантов. И таким образом я старалась помочь. И недавно я встречалась с подругой, она достаточно оппозиционный журналист, и она стала жаловаться, что вот никто ничего не делает для победы России, что она одна на всех отдувается. Я говорю, ну вот, а я помогаю, мы делаем благотворительные концерты, отправляем донейшины в Харьков на гуманитарную помощь, на гуманитарку. Она говорит, нет, это ты помогаешь Украине, для России ты ничего не делаешь. Я так задумалась на эту тему, и потом я поделилась с одним мальчиком, музыкантом из нашего ансамбля, молодой парень такой лет 18-19. Я ему говорю, вот, я так расстроилась, что это я делаю, делаю целый год, а оказывается, что я для России ничего не делаю. Он мне такой, говорит, как ты ничего не делаешь для России? Ты же целый год помогаешь Украине выиграть, значит, ты помогаешь России выиграть. То, что Россия выиграет только с победой Украины. Вот, и с тех пор мне как-то это очень запало и в сердце, и в память, и вот, расскажу вам историю. Хорошая история. Возвращаясь к Георгии. Георгий, скажите, если я разделю, разделю, нельзя желать поражения своей стране, а режиму в стране можно желать поражения? Да, это надо это разделять, и мне кажется, тут очень это главное разделять риторически, потому что очень часто, скажем так, в антивойных настроенных кругах эта грань всегда смывается. Очень мало с риторической точки зрения эта грань почему-то опускается, этот ниванс теряется. И мы таким образом говорим, что мы желаем поражения режиму, мы начинаем очень часто говорить, что мы желаем поражения в нашей стране. что для меня является с риторической точки зрения просто неприемлемым, потому что это контрпродуктивно для окончания войны. Соответственно, вы считаете, что те люди, политические деятели, журналисты, большинство из них покинули страну и живут в разных точках зеленого шара, которые открыто говорят, что они поддерживают Украину в этой войне, они делают медвежью услугу тем, кто болеет за мир и хочет окончание войны, находясь при этом в России. Правильно ли я вас понимаю? Давайте разделим журналистов и политиков, потому что я считаю, что это две разные категории. Если конкретно говорить про политиков, то все-таки политик для меня будет называть человека, у которого есть электоральные амбиции. Электоральные амбиции человека, который желает своей стране поражения, мы исключаем например Владимира Владимировича, я оцениваю достаточно негативно с точки зрения электорального успеха. Но, кстати, история нас учит, что есть большие исключения из этого правила, и люди, которые желают поражение стране в военном конфликте, в котором она оказалась втянута, они порой как раз очень успешные выборы потом выигрывают. Есть исключения, безусловно, но при этом, скажем так, виталлический навык этих политиков и вообще политический навык таких политиков это правило достаточно высок. Это первое. Во-вторых, все-таки давайте возьмем историческую перспективу, скажем так, Ленин бы сейчас при Твиттере не выиграл. Мне кажется, что мы должны учитывать современный ландшафт, когда любое слово может быть вырвано из контекста, когда любое видео тебя будет преследовать 10-20 лет, и надо все-таки это учитывать и понимать, что на данный момент уровень осведомленности людей о позиции политиков гораздо выше, чем он был в 1917 году. Хорошо. Я хотел бы задать вам каждому из вас вопрос по поводу вашего круга общения и что происходит у вас, какое ощущение у вас возникает от общения с вашими друзьями, с членами семьи и соотечественниками, до какой степени они поддерживают действия власти или наоборот их не одобряют. Ксения, расскажите, пожалуйста, свои ситуации. В Берлине я большую часть времени и года нахожусь в Берлине, и там, конечно, мой круг общения это, как я рассказала, в ансамбле музыкальной деятельности на данный момент это украинские музыканты, поэтому там понятно, какая у них позиция. Среди русскоязычного населения я не знаю, я в Берлине не знаю людей, которые про-про-путинские настроены, если честно. Среди моего окружения такого нету, но и медиа, которые я смотрю, читаю, что на русском, что на немецком тоже. Никаких крымлевских, естественно, нет. В моей, в Москве несколько сложнее. В Москве родители у меня всю жизнь были очень оппозиционно настроены, и у меня впиталась какая-то такая позиция. А старшее поколение там, конечно, сложно. Там сложно, но я в любом случае благодарна, что мы обходим этой темы. Старички мои, я с ними об этом не разговариваю, и у нас это получается. Но когда я звоню в Москву, естественно, там на заднем плане орет Скобеева, поэтому грустно, но есть пара друзей, которые тоже смотрят какие-то телеграм-каналы, даже не государственные телевидения, но телеграм-каналы, с которыми тоже очень непросто. Но мы с ними дружили 10-15 лет, просто вычеркнуть их из жизни у меня не получается, поэтому приходится... Ну, это всего пара человек, но в общем мне очень сложно с людьми, которые настроены и у которых провоенная оппозиция мне прям тяжеловат. Я сейчас навещаю родственников здесь, организую тоже благотворительный концерт тоже к теме того, что я люблю Россию, я здесь делаю постоянно что-то, сейчас там собираю деньги на лечение, какие-то донаты делаю, я очень болею с Россией, но думаю, что если она выиграет, то это катастрофа. Георгий, какая у вас ситуация? Расскажите вкратце о своем круге общения. Если вообще контекст достаточно давно, уже 9 лет, эмигрант крымской волны, поэтому если говорить про диаспору, то есть условно с которыми я учился, я работал, то они безусловно против. Даже 80% против, 20% в домике, скажем так. Среди друзей мне, наверное, повезло, у меня нет прям людей, которые Киев бомбить завтра, но у меня есть люди, у которых позиция желать своей стране поражения неприемлемой. Даже если в целом они открыты к аргументам, они открыты к такой мысли, просто сама позиция, для них неприемлема. То есть для них они могут быть согласны, что война это плохо, что ничего хорошо для России она не ведет, но желать своего поражения для них неприемлема. Ксения, как вам кажется вот сейчас из апреля месяца 2023 года, когда война идет уже больше года, чем она может закончиться? Чем хорошим она закончиться не может. Я не строю никаких прогнозов. Все войны заканчиваются и это закончится. Не для России, для России ничем хорошим. Она катастрофа уже произошла. Какое место Россия занимает на мировой картине мира? И какое отношение к языку? Вот это просто для меня как для музыканта, для человека, который владеет словом, который пишет, что с русским языком происходит для меня. Боль. Извините, пожалуйста, а ваши участники группы, украинские музыканты, они на каком языке с вами общаются? Мы говорим на русском, так как у нас международный ансамбль, то на немецком, на английском, на русском. И песни у нас были 70-80% на украинском, было несколько на английском, пара на русском. Но последний концерт благотворительный был буквально месяц назад, меньше в конце апреля, и тогда возник языковой конфликт первый раз, что появились новые участники, радикально настроенные, которые попросили, чтобы на русском языке не было песен. Для меня это, конечно, была боль. Ксения, если бы вам, вашему коллективу поступило предложение принять участие, например, в фестивале, в каком-то благотворительном мероприятии, все сборы, от которого пошли бы на ВСУ, что бы вы ответили? Так как я сейчас сотрудничаю с организациями, мы их лично знаем, это небольшая организация, это Центр для помоги Харькова, и это личные наши знакомые, я с ними лично веду контакт, каждый раз при переводе средств я прошу, чтобы эти средства шли не на ВСУ, а на гуманитарную помощь, на гуманитарную помощь людям, пострадавшим от военных действий. Мне сложно ответить на этот вопрос, мне кажется, что если бы я ответила положительно, то не может за это в России. Спасибо вам большое, Ксения и Георгий, за то, что приняли участие в этом эфире, я отдельно хочу выразить Георгию респект за его свитер и за надпись на нем для тех, кто, я думаю, что все зрители Дождя понимают, о чем речь, это фильм Веры Кричевской, Наташа Синдеева и телеканале Дождь, и хочу вас поблагодарить за то, что смотрите телеканал, нам, конечно, это очень важно. Я хочу поблагодарить всех тех, кто смотрит телеканал Дождь и эту программу, и если вам это понравилось, то, пожалуйста, напишите в чате рядом с видеотрансляцией, и оставьте комментарий под видео, и не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, нам на Дожде это все очень важно, чтобы вы были подписаны, и чтобы вы ставили лайк на наших трансляциях. И я думаю, что итогом этой программы будет то, что мы продолжаем наши эксперименты, и в следующий раз будем разговаривать на новую тему, которую я определю, а вы ее узнаете из телеграм-канала Дождя, или из моего Фейсбука, на который, я надеюсь, тоже вы все уже подписаны. Спасибо большое, берегите себя, не уходите с дождя, с вами был Михаил Козырев, пока. Субтитры создавал DimaTorzok